Всем большой привет! И давайте в этом видео посмотрим, как я периодически делаю интересные баннеры. И также таким образом я тренировалась работать с градиентом Mesh. Я рисую просто прямоугольник, вставлю в сетку и, допустим, ставлю какой-то общий цвет. Далее выбираю инструмент управления точками и сейчас я просто покрашу каждую точку каким-то цветом. Пока я особо не вымеряю цвета, можно выделить, допустим, вот таким вот образом. Сейчас я уже примерно, скажем так, смотрю, какой будет направленность и каких будет цветов мой баннер. Так, это последняя вроде точка, ну да. Сейчас ставим в желтом. Вот, допустим, вот так вот у меня получается. И сейчас, двигая точки, я добьюсь какого-то смешанного результата. Благодаря такой технике можно очень здорово учиться работать с этим самым Mesh. Mesh такая достаточно капризная штука. И с ним действительно надо как-то, ну, подружиться, что ли, можно так это назвать. Для того, чтобы получалась какая-то симпатичная композиция. Так как это абстрактный баннер, да, то есть тут нет никакой системы, я просто перемешиваю сейчас цвета, чтобы это выглядело, ну, симпатично. Допустим, да, оставим, то есть ничего страшного, если там что-то где-то перекошено. И сейчас его же можно поменять расположение точек. И мы как раз сравним. Именно таким вот образом я и училась более плавно, да, то есть красить Mesh. Не чтобы это было прям топорно, а более-менее мягко. Вот, допустим, второй вариант мне нравится уже гораздо больше. Давайте здесь, допустим, тоже точки как-нибудь так вот перемешаем, чтобы они именно наложились друг на друга. Допустим, можно поменять цвет. Вот здесь слишком, мне кажется, ярко, поэтому давайте уберем. Допустим, вот так. И сделаем третий для примера, то есть просто для... для практики, да, то есть нам терять, можно сказать, нечего, да, мы здесь просто практикуемся. Можно прям вообще половину точек вот так вот как-нибудь взять и перекрасить. Давайте, допустим, его сделаем каким-нибудь более таким насыщенным, да. Опять же здесь какого-то правила нету. Так, просто, чтобы это было визуально красиво. Вот, допустим, мы на этом, в общем-то, и остановимся. Теперь я вам покажу, как просто завершить работу. Ставим, допустим, две точки между ними, да. Делаем группу, чтобы оно все было в группе. Ставим ровно по центру. Разгруппировываем. Делаем задний фон. У меня это 100 на 100 точек. Ну, задний фон можно поставить какой-нибудь абсолютно... В общем-то, любой. Вот так, допустим, сделаем. Можно сделать градиентом. Так, вот так вот. Допустим. Теперь, чтобы баннеры красиво смотрелись, давайте добавим какую-нибудь тень. Я ставлю прямоугольник. Полностью белый его делаю. И воспользуюсь тем же меш. Так, вот сюда давайте поставим. То есть тень можно делать абсолютно разную. Это на вкус и цвет товарищей нет. Ну, я частенько делаю как-то вот так вот. Тень мы переносим вниз. Вот так вот. Да, то есть она, ну, как бы такая ненавязчивая, что ли, получается. Вот. И сейчас я тоже самую тень. Ctrl-D. Копируем последнее действие. Вот у нас получаются вот такие вот баннеры. В принципе, если, скажем так, не очень много свободного времени, но хочется что-нибудь нарисовать, да, или просто потренироваться, можно использовать такую технику и рисовать разные формы. То есть баннеры, фоны и так далее. Надеюсь, видео было полезным и интересным. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видео. Всем пока!